здравствуйте мы уже выезжаем из города приехали мы платили долг по сим-карте мегафон настиной вот сейчас стоим тут на переезде у нас есть сим-карта сломалась еще еще в мае ну и мы как-то даже без внимания первый раз такое у нас что надо было нам или в этом в этой сим-карте тарифный план поменять ну или конечно надо было приехать и закрыть но как отказаться от этой сим-карты а мы даже и ни сном ни духом живем потихоньку вчера письмо пришло что там долго 2000 уже набежала потому что у нее там какой-то тарифный план пополняемый в общем капала накапала 2000 не написано если в течение 7 дней мы не заплатим на нас подадут в суд вот поэтому мы приехали в город заплатила я долг и закрыли мы эту карту еще у нас сим-карта билайновская тоже кто-то из детей покупал так она лежит я думаю вот так вот тоже кому-нибудь подключат или еще что-нибудь в общем тоже закрыли взяли мы только томочку собой ребятишки сказали мы пойдем на горку там очка мы только собой взяли она сюда так хорошо спала и пока я там бегала по всем этим салоном где отключала все она тоже спала еще хотела сказать вот нам женщина посоветовала в связи с этой шпурой которая на пятки у папы растет такой хороший выход поставить плакату не могу его уговорить ну никак уже вот сколько времени прошло я ему чуть ли не каждый день ему толдычу толдычу что давай мы поставим эту блокаду на ногу а он ну ни в какую я еще погрею я еще помажу может быть рассосется ну нет не знаю как его убедить вот мне просто у женщины которая делала блокаду вы мне напишите что больно ставить или нет вот мужчина не так сильно боятся боли вот он он даже ни в какую не соглашается что ему будет очень больно ставить укол прям в пятку по ягу или уходить мучиться постоянно но он вообще на пятку не наступает вот почему не пойти один раз не потерпеть и поставить эту блокаду а вот и весь разговор ну ну что вот с ним делать вот что с ним делать как убедить что надо пойти и поставить укол пятку беда беда с этими мужчинами должен доказанный научный факт что они мужчины очень сильно боятся боли намного сильнее чем женщины ладненько едем мы домой настя должна была мне начистить картошку отварить грудку и отварить яйца мы хотим сделать сегодня салат с ананасами но перед новым годом покупали эту баночку сейчас папочка вот надо в общем что-нибудь сделать и покушать я картошку с мясом потушу потому что не такой сильно большой праздник во первых и во вторых все наверное у всех наверно так что сейчас вот после таких больших праздников новый год и рождество с финансами конечно туговато так что мы конечно заехали в магазин я купила памперсы том очки мы их одеваем на ночь потому что и так столько стирки и как бы если ребенок например описывается он же и по его одеяло и подушки она же не спит ровненько она там ползает по всему дивану в общем на ночь мы одеваем памперсы чтобы она во первых она спит спокойно там не беспокоится я посмотрела у меня там не хватает вот у нас почему-то просила две кока-колы купить и что-то на вечер надо видимо с ребятишками складываются они там что ли не знаю что они там ну цена и кока-колы взяла чуть-чуть колбаски уже давно не покупали завтра что-нибудь приготовлю такое что поесть сыр еще хотела взять на салат с ананасом нужен но его не было а сейчас у нас заедем у нас куплю купили мы мандарины такие вкусные дети говорят сочные сладкие нет я купила только мандарины не покупала ни яблоки ни груши этот раз только мандарины ну как вы вчера в гости то сходили понравилось в гостях после садика ну не завтра я говорю вчера я же не говорю завтра нет вы там его разорите маме и девину маму ну конечно ну вот ход сходили один раз хватит она сказала хочу к я не хотела многодетную семью передумала она молодая еще зачем месту по ребятишек вы бы хотели чтоб вы одни были да тебе скучно было бы ты думал когда одна остаешься потом первое время радуется радуется а потом начинает скучно и все мама заставляет играть да а мама уже все мамы старенький играть не хочет с вами нечего маме с тобой играть так ты же такая же да как только остаешься одна дома сразу надо чтоб я с тобой играла ну дочь они вот рисует на моей книжке где тетрадки где я записываю рецепты это тетрадка у меня наверно уже третья да дочь все равно рецепты меняются вот настена делает салатик а я картошку неудобно надо будет помешать неудобно рукой одной мешать до доченьки да да это будет сочнее первым делом помажешь чесноком а потом майонезом будет очень вкусно да да я просто где-то читала что если чесноком намазать посудинку будет запах чесноком намазать посудинку будет запах чесноком намазать да помешай там немножко снега нападала дети пошли с папой с крыши скидывали только снега надо перевозить голову вот так ага а потом сверху немножко майонеза вот так вот мы готовим ну ладно детям не сказали что праздник иначе начали сейчас давайте переодеваться давайте праздничать так тихонечко отметим старый новый год надеюсь не услышали ничего домочка покормила я уже заранее вот настена сделала салат сананасом с курицей сама отварила грудку потому что мы ездили сделала картошку на завтра еще останется алина уже убежала гулять не стала никого дожидаться и вот мы с настей сделали беляши торт завтра будем печь я купила сметану чтобы что нибудь приготовить тебе муж молока налить доченька ты любишь газировку ладно приятного аппетита ну помашите всем пока доченька до свидания скажите до свидания молодец доченька ну вот